Слушайте, ну, ты очень хороший футболист, и забил сумасшедший гол сегодня очень вовремя, так скажем, потому что, ну, вовремя, так скажем, забил и уже немножечко, так сказать, раскрепостил всех, и затем был второй гол. А так, конечно, классный игрок, и всего самого хорошего. Первый гол с углового, наконец-то, это событие для команды вообще обсуждалось это как-то, что с угловых так давно не забивались? Вы имеете в виду, когда выбили и обратно мяч? Третье вы имеете в виду, нет? Да нет, не обсуждали, будет еще, так скажем, теоретический разбор, где, наверное, да, на этом сделаем акценку и посмотрим. А акцент, почему не забивали с угловых до этого? В футболе, к сожалению, все бывает, и так получилось, конечно, что вот сегодня, так скажем, получилось забить. Георгий, как вы узнали, вот, решение у вас про такая? Про футбол будем разговаривать? А это тоже футбол, Георгий. Ваших слов ждет вся страна. Как вы узнали о том, что с вами не продлевают контракт? Ну, мне в этом сказали. Когда? В то. Не так давно. Ну, в какой момент ты понял то, что будущего в Спартаке больше нет? Как только услышал их. А, зимой? Как только услышал это. Какая реакция была? Поблагодарил, встал выше. А какая реакция была сегодня, вот, когда видели этих болельщиков, как они скандировали ваше имя, как команда? Ну, вот же вопрос, вот вопросы, учитесь. Вот футбольный вопрос. Вас все время интересует вот это все. Ну, вы ответите, Георгий, потом. Да, конечно, ответьте. Да, только вот вы задавайте вопросы. Да без проблем. Слушайте, что касается стадиона сегодня, было очень приятно, конечно, все это слышать, видеть, вот, как поддерживали во время игры, как, так скажем, провожали, как после игры. Вот, это дорогого стоит, и, наверное, где-то в голове у меня был, конечно же, момент того, что когда это все закончится, ну, когда закончится мой путь в Спартаке, чтобы именно так это было, потому что это для меня было очень важно, чтобы именно на такой ноте положительно, так скажем, красиво, с благодарностью мы и закончили нашу историю. Ты же явно не ожидал, что это произойдет в 30 лет. Мы сейчас будем на возрасте акцентироваться, или что? Ну, я просто думаю, что ты хотел подольше погреть. Ну, в жизни все бывает, 30 лет, уже не мальчик, и все прекрасно могу понять, и, наверное, и пережить, поэтому 30 лет – это хороший возраст до центрального защитника, вот, поэтому все только начинается. Амарал сказал то, что важно, что у каждого игрока есть свой цикл, и твой цикл в Спартаке закончен. Ты понимаешь, почему так произошло? Я не спрашиваю. Ну, тебе же налекает интересно, и ты к себе отвечал на этот вопрос. Все, что мне было интересно, я услышал, остальное уже не имеет никакого значения. Вы имеете в виду то, что было интересно, вы услышали еще в феврале, на той встрече, которая была? Нет, я еще раз повторяю, все, что я услышал недавно, для меня было достаточно, и уже никаких потребностей не было. Недавно та встреча, о которой вы сказали, вам сказали, а вы встали и вышли? Да, мы встретились, мне сказали о решении клуба, и все, я встал, попоговорил и ушел. Это была... Остался обед на клуб? Да? Остался обед на клуб? Вопросы есть. Георгий, ты говорил зимой, что за последние несколько лет ты в лучшей джике по форме. У тебя есть понимание, почему... Когда я так сказал? В играх, ты говорил, что сейчас в одной из лучших форм за последние несколько лет. У тебя есть понимание, почему тебе не предоставили шансы... На сборах, что ли? А, на сборах был хороший, по-моему, на этом призме. У тебя есть понимание, почему тебе не предоставили шансы спасать через ночь? Ну, ты совсем мало сыграл. Слушайте, это такие вопросы, которые... Я еще раз повторяю, я уже не задавал и не уточнял это, а это уже не имеет никакого значения. Нужно двигаться вперед и смотреть только вперед. Все. То, что играл, не играл, все в жизни бывает. Когда команда подошла тебя как бы чествовать и подкидывать, ты сказал, уберите руки, мне вас еще хоронить. Ты остаешься в РПЛ и переходишь в какой-то клуб, который будет конкурировать со Спартаком? В жизни все бывает. Ну, ты знаешь, что ты о своем будущем? Уже сейчас. Ты мог подписать контракт уже полгода назад, по идее. Я знаю об этом, да. То есть, конкретный вариант уже есть или нет? Поживем, увидим. Все, вы знаете. Когда утром будете просыпаться, обновляйте новости. И узнаете. Я правильно понимаю, что сейчас у вас нет подписанного контракта с новым клубом? У меня нет, конечно, нет. Георгий, из экипировки что-то оставили себе? Мы видели, как вы болельщикам практически вообще все, что... Это не мои вещи были. А чьи? Ну, там ребят, кто там разминался, раздевался. Поэтому там дети кричали и раздавали. Ну, они-то думали, что ваши? Ну, к сожалению, я не мог снять с себя и быть без одежды. Поэтому все, что было, все отдал. Все, что рядом лежало. Георгий, вы допускать, что, видать, сейчас Спартак может быть с другой должности, если не игроком? Ну, время покажет. Понятное дело, что не хочется говорить никаких громких слов. Вот. Поэтому обойдемся без громких слов. Разойдемся на хорошей эмоции. Со словами благодарности. Вот. А в жизни то, что все бывает, разное бывает, время покажет. С какими эмоциями покидаете Спартак? Просто. Ну, у меня еще есть косинь-число. Девятнадцать. Мне еще двенадцать дней до тридцать первого мая, поэтому я самый счастливый человек. Когда? Самый самый счастливый момент в Спартаке, может быть? Свои семь с половиной лет? Да. Самый счастливый. Ну, тащите стулья, давайте об этом разговаривать. Это долго будет. Ну, только один. Очень много. Очень много моментов. Если говорить о играх, понятное дело, что было очень много ярких побед. Была Лига Европы, была Лига Чемпионов. Вот. Был... Спасибо, Джей. Был чемпионом страны, обладатель Суперкубка, обладатель Кук. Я раз входил в символические сборные, пять раз пари-мач-премьер, турнир. Вот. Поэтому много-много всего было, и договариваю, это надо такое, спокойно садиться, разговаривать и тепло вспоминать, что всегда буду делать, и только слова благодарности. Когда Абаскаль покинул Спартак, у тебя возникло ощущение, что вероятность того, что ты останешься, повышается? Думаю, да. Ты удивлен, что этого все-таки не произошло, с учетом того, что Абаскаль покинул Спартак, и мы разговаривали в Абу-Даби, и ты называл то, что... Я еще раз говорю, один и тот же вопрос по-разному не надо задавать, я понимаю, о чем ты говоришь, но, пожалуйста, давайте хотя бы сегодня обойдемся тем фактом, что все, что я хотел услышать, я услышал, а остальное уже не имеет никакого значения. Решение принято, вот, и все. Но вас не удивило то, что клуб не сделал вообще никакого предложения про глянгии? По срокам, по финансовым условиям, то есть... Могу сказать только за себя, что если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Это не было никакой истории про финансы или что-то. Тут уже что-то большее, но, к сожалению, такого не произошло. Ты капитан Спартака? А есть какой-то клуб, в который ты точно не видишь себя в будущем? Или в жизни все может быть? Ты хочешь, чтобы я назвал команду сейчас? Ну да, конечно. Чтобы потом там лайки... Ну, потом мы спросим, да. Напомните потом, да, вдруг что? Ну да. Ну тогда ответим дипломатически, что мы не будем называть никакие команды. В жизни все может быть. И только время покажет, настоящий я Спартаковец или нет. Просто Вадим Шпенев сказал про московскую команду. Что контракт противники подписан. Да. Он трав сегодня, сказал? Ну, сегодня вошел в стат. Ну, перед игрой, наверное. Он вчера мне это сказал. Вчера мы не разговаривали с Вадимом. Понятное дело, что я готовился к игре. Но вечером обязательно созвонимся. И если есть что-то новое, он обязательно мне об этом расскажет. Важный нюанс. У вас нет сожаления, что зимой, наверняка, когда были варианты, вы достаточно твердо заняли позицию, что вы никуда не уходите, будете доказывать. То есть, по сути, вы потеряли около полугода игровой практики. Ну, для меня было важно сделать все возможное. И ни о какой аренде в качестве игрока Спартака я не рассматривал. Поэтому стал уверен клубу и сделал все, что от меня зависит. Юрвул. Сейчас можно говорить о каких-то иностранных вариантах? Вариантах хочется тоже попробовать, может быть, в Европе свои силы. Есть ли вообще такие варианты? Скажу честно, многие там пишут, конечно. Ваши, так скажем, коллеги. Вот, дезинформируют окружающих, что я вел какие-то переговоры или что-то. Там, чуть ли не со сборов. Мне надо путать тот факт, что был интерес клубов. Вот. Переговоры я ни с кем не вел. Что касается интереса за рубежа, да, он был. Вот, возможно, он сейчас есть после официального объявления и официальных, так сказать, церемоний, доказывающих, что все закончилось. Поэтому посмотрим спокойно еще пять дней, так скажем, до Оренбурга. Вот. Красиво закончим историю. И уже, ну, понятное дело, что Вадим параллельно будет вести работу. А интерес, это Турция, о чем сообщалось, или, может, ну, можете назвать страны? Турция тоже. Турция, а еще бы, Сербия, топ-5. Не надо сейчас в города играть, я вас прошу. Ты сказал, ты, ты сказал про то, что, когда Абаскаль ушел, вероятность, вероятность повысилась, ну, ты в голове у себя так расчет. Давай следующий вопрос. Ну, почему так произошло? Почему ты так подумал? Потому что ты считал, что главная проблема в нем? Давайте следующий вопрос. Георгий, вот продолжаю просто с темой Европы. Вообще, интересно вам попробовать свои силы в Европе? Очень. Ваша агент сказала, что авторитет Георгия выше, чем менеджер в Глоковиле. Почему ты так расслабился? Есть номер один. Ну, как думаете, почему он к самому? Конфликт у вас с ним? Есть номер один? Да, сохраняется. Ну, вот, позвоните, спросите, что сказал у вас. Георгий, есть ли хоть один человек в Спартаке? Или из тех, кто ушел из Спартака, которым вы не пожмете руку? Пустья время. Смотрите, я уже об этом говорил, что для меня очень важно было сохранить то, что сегодня вы видели, и что, в принципе, так скажем, народ не обманешь, да? Как провожали, как аплодировали, кричали и все-все. Для меня это было всегда самым важным, и 100% я могу, кого бы я не встретился, с высоко поднятой головой смотреть в глаза любому. И тем более жертвы, 100%. Но у вас то объяснение, еще раз возвращаюсь, у меня есть неприятный разговор, когда вы сказали, встал, вышел, у вас объяснение клуба, оно показалось справедливым? Почему с вами не продлевают контракт? Нет, это решение клуба, которое я уважаю, и мне сказали это в лицо тоже, все максимально корректно. Вот, и все, я встал, вышел, потому что я поблагодарил, опять же, и вышел. Ну, аж все, это обычная история. Но вам не хотелось узнать причины, потому что я не совсем понимаю объяснение, которое говорит, ну, окей, может быть, это только я не понимаю, цикл завершился. Да, это очень расплывчато. То есть у вас есть объяснение? Что значит... Задавайте конкретные вопросы, как вот сейчас мне, чтобы понимать, о чем говорят люди. Но так, не знаю, я еще раз повторяю, что самое главное, что я хотел услышать, я услышал. Остальное все только всего самого хорошего, всем с уважением, с благодарностью и с теплыми моментами, воспоминаниями и всего самого хорошего. Вы говорили о том, что, ну, как-то в одном из интервью, что каждый день в «Спартаке» это счастье. То есть 7 лет счастья в «Спартаке», но будет ли у вас желание доказать «Спартаке»? 7,5 лет счастья. Будет ли у вас желание доказать клубу кому-либо в матче, если вы встретитесь с новой командой? Слушайте, мне надо в самом себе доказывать в первую очередь. А там уже, безусловно, где бы я ни оказался, буду действовать, самое главное, в интересах команды. А в интересах команды всегда побеждать. И если это будет чемпионат России, и мы будем играть, пересекаться, то, конечно, я буду выходить на поле и побеждать. Юргий, активные болельщики с вами связывались? Возможно, тоже обращаются встречи? Да, мы на связи, мы увидимся обязательно. Лично увидимся, да, конечно. Сегодня, к сожалению, все прекрасно понимаем, почему нет, не было. Но с пониманием отношусь, с уважением, всегда на связи. И, опять же, что касается болельщиков, со всеми в хороших отношениях, все поблагодарили друг друга за время и за то, что мы делали вместе. Вот. И думаю, что 100% продолжим общение и доброе дело. Потому что это очень важно. Сложно себя самому оценивать. Тем не менее, как вы смотрите на свою конкуренцию с Бабичем, по сути, из-за которого вы перестали попадать в состав? Как вы смотрите на это соперничество? Ну, что значит соперничество? Ну, он левоногий центральный защитник. И очевидно же, что его купали, потому что считали, что он сильнее вас. Ну, у нас с Сержаном отличные отношения. Вот. Это ни в коем случае с нами никак, так скажем, не... Ну, наше общение не... Не обострилось, да, так скажем. Он отличный парень, отличный футболист и все. А решение клуба, решение тренера... Что... Вы не стали, как вы сами оцениваете, слабее в этот год? Все-таки год без игровой практики, без активной. Это много. Тут очень важно объективно оценивать себя. И когда ты не играешь долгое время, понятное дело, что ты теряешь кондиции, ты играешь... Ты теряешь игровую практику, ты теряешь самый главный игровой тонус. И, конечно же, конечно же, стал слабее, да. И... Ну, это факт, да. Но ничего страшного, будет время. Вот. Календарь и прочее там еще вообще неясны, да, так скажем. Поэтому есть время заняться собой и начать новую главу в жизни. Георгий, вы сказали, что сейчас тоже начинается новая глава. Связано ли это тоже... С первого числа. С сборной России можно ли говорить о том, что вы уже решились решить карьеру сборных или нет? Вы просто уже высказывались тоже, что 30 лет, но вы это еще планируете играть со сборной? Когда я высказывался, что это про сборную? Я помню, что про 24 был комментарий тоже, что 30 лет отсутствие не вызова вашего в одно из окно мальчика. Слушайте, вы так говорите, 30 лет, как будто в 30 люди уже на диване там где-то сидят. Хороший возраст, все только впереди и нужно набрать форму и доказывать свою состоятельность. Понятное дело, что в сборную должны приезжать готовые футболисты, которые готовы решать задачу недельного цикла. Если я не играю полгода, о какой сборной может идти речь? Ну, если по факту разговаривать. А так мы с Валерием Георгиевичем в хороших отношениях. И если я буду в форме, если я буду в игровом тонусе, если все будет устраивать тренерский штаб сборной, как минимум звонок точно поступит о дальнейшем развитии событий. Но я еще не закончил ни в сборной, ни в клубе и нигде. Какое-то прощальное тоже мероприятие среди игроков планируется? Поедете ли вы в Оренбург просто на матч? Честно, не могу знать. Потому что, ну, когда завтра там восстановительная получается тренировка, будет, скажем, собрание, там еще, где мы все вместе все обсудим. вот, и думаю, что с командой буду, да, с командой буду. Спасибо. Спасибо большое. Очень важно все, что я говорил, так писать, не забывайте.